Работа тяжелой техники около Старосургутского кладбища началась внезапно. Это, собственно, и обеспокоило старожилов Сургута, ведь по договоренности с главой города, осенью этого года на территории должно было начаться благоустройство. Вот все, стояночка будет. Вообще заказчик, заказчик. Дальше уже на кладбище никто не лезет, правильно? Заехали, машины поставили, пошли, правильно? Это мы бы туда все рыли. Сейчас этот мусор вывезем. Все здесь асфальтик будет. Будет красиво, люди привыкли. Представители городской администрации и инициативную группу старожилов уверили, работы на территории, прилегающей к Старосургутскому кладбищу, были запланированы уже давно и никоим образом не коснутся самого погоста. Все мероприятия, которые проводятся, не затронут зону захоронения. Эта территория является муниципальной землей. И в любом случае здесь ничего, кроме парковки и храма, не произойдет. Инициатива по возведению храма принадлежит руководству больничного комплекса. Вместе с тем, это некая дань памяти основателям города и их потомкам. А вот строительство парковки – давно назревшая необходимость. Есть инвесторы, у которых в собственности находится часть объекта, часть больничного комплекса. И основным условием для того, чтобы они продолжали строительство, осуществляли реконструкцию этого здания, основным условием было, чтобы они обеспечили парковочными местами эту территорию. И мы решили бы проблему транспортную, которая сложилась в данном месте. Строительство парковки планируют завершить в ближайшее время. Мы здесь делаем парковку в пределах где-то до 100 машин. Планируем где-то через недельку это все закончить. Без церкви, я имею в виду только парковку. А осенью, но уже на территории кладбища, старожилы города запланировали высадку рябины. Татьяна Расторгуева, Вячеслав Шаркунов, Сургут, Интерновости.